Еще в 2019 году только 29% работников по всему миру трудились удаленно. Другие 28% могли, но не хотели. Остальные 43% такой возможности просто не имели. А что теперь? А теперь пришел коронавирус и просто заставил тебя переехать в домашний офис, даже если тебе и в голову такое не приходило. На первый взгляд все кажется очень даже ничего. Сиди себе на диване с ноутом, чай с плюшками пей и радуйся жизни. Не нужно вставать ни свет ни заря и плестись с утра на рабочее место. Не жизнь, а мечта. И тому есть научные подтверждения. Например, группа ученых из Швеции под руководством Эрика Хансона и Кристофера Матисона еще в 2008 году выяснила, что у тех, кто добирался на работу в один конец около часа, риск заработать стресс, бессонницу и ухудшение психического здоровья мог увеличиваться на 60%. Для тех, кто тратил на дорогу около получаса, на 40%. В исследовании приняли участие 21 088 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Также есть данные, что работа из дома в полтора раза снижает риск столкнуться с алкогольной зависимостью и уменьшает интенсивность курения на эти же значения. Просто нет больше этих социальных ритуалов в виде совместных перекуров и пропустить по бокальчику после работы. Уменьшается количество конфликтов и степень раздражения коллегам. Но не все так радостно, как кажется. В 2017 году Европейский фонд улучшения условий жизни и труда организовал крупномасштабное исследование в 15 странах. Ученые решили выяснить, насколько стрессовой может быть работа из дома. Оказалось, что 41% удаленных сотрудников действительно испытывают повышенный стресс, в то время как среди офисников с такой проблемой сталкиваются только 25%. Почему же работа из дома иногда превращается из мечты в каторгу? Когда мы ходим на работу или учебу каждый день, мы привыкаем к определенному ритму, расписанию и контролю. Ну и к общению, конечно. А сейчас этого нет. Прибавь сюда отсутствие физической активности и непосредственную близость холодильника, и ты поймешь, что работать из дома – это реальный челлендж. Особенно сейчас, когда люди собираются дома целыми семьями. Мы все давно отвыкли столько времени проводить рядом друг с другом. Да и эффективным быть, сидя дома в пижаме, далеко не все способны. Также стоит помнить о причине, по которой мы все теперь в таком положении. Эпидемия коронавируса провоцирует напряжение из-за растерянности, неопределенности, страха. И это нормально. Но как с этим всем справляться? Прежде всего забудь про лишающий тебя воли диван и найди укромный уголок для своего рабочего места. Очень помогут тебе наушники с шумоподавлением. Еще важно, чтобы рабочее место было удобным. Правильное положение избавит тебя от лишней нагрузки на позвоночник. Рабочий график это прежде всего система. Поэтому возьми за правило вставать рано и планировать дела на день с самого утра, распределяя их по важности. А по понедельникам лучше запланируй дела на всю неделю. Порядок в расписании рабочего дня и планирования совершенно необходимы, чтобы прокрастинация не съедала весь твой день. Не забывай о перерывах и своевременных приемах пищи. И никаких пиц и гамбургеров за компьютером. Перерывы займи чем-нибудь активным и полезным, да хоть домашними делами. А 20-30 минут упражнений подарят тебе дозу эндорфинов, которые сегодня так всем не достает. К тому же отсутствие физической нагрузки негативно сказывается на циркуляции крови и кислородном обмене в твоем организме. Определи час, до которого будет длиться твой рабочий день. И про выходные. Выходные не забудь. Потому что дома грань между работой и остальным стирается. Чтобы не потерять привычное общение с коллегами, пользуйся видеосвязью как для рабочих моментов, так и для личного общения. Групповые созвоны помогут не только решить множество задач, но и разрядить напряжение от вынужденной изоляции. Все эти действия в большинстве своем отлично подойдут не только тем, кто работает, но и тем, кто учится. Студентам и школьникам. По данным ЮНЕСКО, закрытие школ и вузов уже затронуло более полутора миллиарда детей и молодых людей или 87% всех учащихся в мире. Всем им тоже приходится нелегко, ведь надо быстро перестроиться на новый формат обучения. Тут как и с работой. Самодисциплина и четкое расписание всему голова. И не давать тревожности взять над тобой верх. В начале 2000-х психологи Майкл Айзенг и нас Деракшан из университета Бирбик в Лондоне провели ряд экспериментов, которые подтвердили негативное влияние тревожности на процесс обучения. По словам ученых, в таком состоянии обучающимся трудно концентрироваться на задачи и не отвлекаться. Им также требуется больше времени на решение одной конкретной задачи, чем тем, кто находится в спокойном состоянии. Поэтому, если чувствуешь, что тревожность не оставляет, зови на помощь родителей и близких. Сейчас, как никогда, в тему пословицы делу время, а потехе час. Так вот, про потехи забывать нельзя, регулярно меняй вид деятельности. Поучился? Посмотри наше видео. Потренировался? Собрал пазл? Да что угодно. Не дай себе зачахнуть в четырех стенах. И взрослым и детям легче преодолеть фоновый стресс, если больше общаться с близкими и соблюдать информационный карантин. Желательно немного прикрыть рог изобилия, из которого сыпется самое разное. Порой очень недостоверная информация, поднимающая уровень тревоги. Поэтому пользуйся только проверенными источниками и в разумных пределах. Пройдет время, и ты, вероятно, лишь порадуешься, что у тебя была возможность работать из дома. Может быть, ты более осознанно примешь тот факт, что удаленная работа – это не твое, и на радостях вернешься в любимый офис, или счастливый побежишь в школу и универ. Мы хотим сказать огромное спасибо ЮНЕСКО за помощь в создании этого видео, и надеемся, что через просвещение мы внесем свою лепту в борьбу с эпидемией. Сидите дома и смотрите научпок. Всем наука! Субтитры создавал DimaTorzok